По вашим указаниям два товарища Толик Крутина. Так я или по моему указанию? Вы только что говорили я, а потом сказали по моему указанию. Как-то не придерживайтесь. Давайте по существу. Я пишу. Что, закончилось? Все признаки террористического акта в их действии. Ну сколько нужно издеваться над людьми? Для меня это святое. Громыхало, не громыхало. Пускай этот человек может быть и не существует, но мы воспитаны на том моменте, что они все равно воевали. Они сражались. Не важно, к чему мы сейчас пришли. Как-то не важно. В данном случае. Чарльян Викторович, будет результат какой-нибудь? Какой же он будет? Головы там в деле. На бумажке. Идите против нас. Не смейте, как задали, так отлично. Это мы уже проходили. Кого из вас попросили? Кто звонил, то вы прошли. Ну давайте у нас. А, это наш участковый. Да, очень приятно. Так, все, вон пили дальше. Как я где-то заявляю, что у нас... Родион Викторович, у нас никак у вас. У нас на слово вели. Нет, какая разница. Пишите, пишите. Чего смотрите? Я... Он не дал ознакомиться. Применение физической силы левым локтем, в область груди, группа быстрого реагирования, альфа-щит. Вы же все равно не будете их искать. Что с вами разделы? Чтобы герои Великой Отечественной войны не приплетали в эту ситуацию. Зачем святое затрагиваете? Ситуацию будем ворошить, так и быть. Не имеет к этому... Как-то не имеет. Прямое отношение. За что деды воевали? Чтобы не было войны. Бегают, отключают. Это что за беспредел? Тематику Великой Отечественной войны не затрагивайте, и все. Понимаете, туда две правды. Вот чеки. А по плате электричества. А они все равно приходят, отрубают. Акты вообще не предоставляют. Вот моя правда. Вся в документах. А у них нет ни одного документа. Касающийся детей. Это вот как раз 380 вольт. У камня оголенный. Пальцем прикоснетесь, получите удар. Если вы некомпетентны решить этот вопрос, позвоните ответственно. То есть вы отказываетесь вызвать эксперта? Да, я отказываюсь. А где у вас нагрудный знак? А? Антон Николаевич, я поеду. Хорошо? Вы опять уклоняетесь. Да я не уклоняюсь. Мы же договорились. Я вас жду с целью обезопасить. Я вижу, дети бегают. Ах, а что толку ему говорить? А тут что толку ему Антон говорить? За такую жизнь наши деды воевали. Я первый раз эту бумажку вижу. А почему меня раньше не показали? Ну, кстати, свет же есть у нас. Я впервые вижу протоколы принятия устного заваления. Я журналист, а мне лепить что-то другое. Прилагаю два человека. Так что, Родион Викторович, когда мы жить-то начнем нормально? Если мы живем так... А как жить в такой стране-то? Давайте не поверите. Когда это прекратится-то все уже? Никогда. Подзакончу, потом я вас послужу. Подзакончу, потом я вас послужу. Продолжение следует... Я считаю, что я применю физическую силу. Ну, да человек, давайте не будем угрожать, а действия турантам захвата. Я не угрожаю, я в ваших законах. Нас ждут 10 часов. Все, пожалуйста, пойдем удостоверение. Пойдемте, вот. Удостоверение. А мне покажите, да. Посторонние предметы. Мне покажите, мне покажите. И, пожалуйста, постановление, чтобы иметь право нам говорить, что вы нас задержите. Громенюк, подождите, тихо. Тихо, тихо. Громенюк, Родион Викторович, уже участковые полномоченные полиции. Печать 2,5 сантиметра, мастичная. Вот, какая у вас... Беспредел! Это я снасила. Беспредел! Беспредел, бездаконие! Беспредел! Евгений, дарюку. Евгений, звоните. Звони, пожалуйста. Люди, звоните. Нет. Покажите доверенность. Есть судебная шутка. Покажите доверенность. Вы не знаете законы. Подпишите доверенность. Доверенность подписанную Ерохиным. Убери руки. Называй закон. Приказ 615, пункт 53. Исполняйте приказ 616. От Ерохова. Пункт 53. Исполняйте. Есть федеральный закон о полиции. Вы закон не знаете. Есть федеральный закон о полиции. Вы закон не знаете. Изучайте. Это все законно. Изучайте. Мы сильно затаскиваем в полицию. Изучайте закон! Всем привет! Привет, я сказала! Что, мы даже газовые баллончики начали выдавать? Там магазин продаёмся. Сами не покупаете что ли? Да, в случае сам покупать. Да вы что? Что, на работе я не выдаю что ли? Ну, наверное, там нет два ступени, скажи так. Так а что, пойдём мы-то на кухню, на столом сядем? Потом сюда выйдем, будем протокол составлять, фотографировать. Ещё же надо открыть, показать, что они отключили свет. Квартира обесточена. Как не будет? Это вообще домовое имущество. А мы лазить-то не будем. Ну, вызывайте эксперта, специалиста. У меня опознания электричества нету, поэтому... Так у меня тоже нету, я не собираюсь там ничего трогать. Открыли, сфотографировали, зафиксировали и всё. Как в прошлый раз. Здравствуй. Это они нам сегодня отключили свет, да? Они в прошлый раз в четверг отключили. Там вас вроде опрашивали по данному факту. Пятый раз отключили. Наверное, вас опрашивают? А почему вы меня? А? А почему вы меня? Ну, я очевидцом был просто. Нет, ну, кого из вас опросить? Как кого? Кто звонил? Вы желаете давать объяснение? Номер Коспуса. Сообщите сначала, Родион Викторович. Сообщу. Распечатка есть? Самого нету. Почему не носите? М? Почему не носите? Должны были скинуть вам? Ну, у меня-то есть телефоны-то. Мы же сейчас все мобильные люди, да? Ты мобильная? Да? Я что, один демобильный? В смысле? Сама по сей бумага-то, да. Такого веса не имеет, чтобы сбежать за бумагой, потом к вам прибежать, да? Вы это хотели сказать? Номер? Номером не просто. Номер вам обязательно. Записывайте. Ага. Одиннадцать триста семьи три. Ага. Вот двадцать восьмого июня 2021 года. Двадцать восьмого? Что, уже двадцать восьмого? Да, спасибо, наверное. Что с ним? Так, кого прошу? Вас, да, наверное, Константин? Я не знаю, не знаю. Ну, раз вы сообщившие. Кто звонил, то вы прошу. Давайте меня. Ну, давайте, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, ваш паспорт. Чая нет, только вода. Да, спасибо. Константин, Юля, Кристина. Очень приятно, кого не звонят. А это Родион Викторович. А, это наш участковый. Да, очень приятно. Я тоже хотела с вами прям лично. Проспект Пролетарский 32. Субтитры сделал. Это не ваш участковый. А кто у нас? Мне сказали, что это вы у нас участковый. Нет. 32, это же вы за Егорской. На Черную мыс я ходила, мне сказали, это вы у нас. Ну, по территориальности, видите, у нас получается 25-й и 27-й микро-йон, а вы за пределами 25-й микро-йон живете. У нас последний дом Пролетарский 30. А, вот даже кого. Вы же так за ритмом живете. Господи. Я знаком с вашей ситуацией, когда вам тоже отмечали. Ну, дело в том, что сегодня то же самое, то есть вы готовьте, если я тоже буду писать. Сегодня они тоже так же пришли. Я встала возле счетчика Антона, просто вот так вот скалой, а будут документы. Ладно, Кристина, вы сейчас извините, я сейчас просто Константин попрошу. Хорошо. Хорошо, чтобы вы нам не... Так, Константин, сегодня вы, получается, пришли сюда, и что там у вас произошло? Около трех часов. Сегодня около 15 часов, да? Чего? Я зашла в контакт, смотрю, это... Много смс-ик. А ты в гости к своему знакомому, да? Да. В подъезде, получается. Сейчас, извините. Так что это... У вас как кто там? Шумилов у вас, по-моему, да? Или кто? Или Бастрегин? Бастрегин, по-моему. На Нагор на 7 же у них участковый пункт. Ну да. Ну я ходила, они меня к вам отправляли. А до вас дозвониться как пешком, я не знаю, до Китая нужно дойти. Нет, просто, как бы... И к вам приходила туда-то? Я у компетента заявляю, что у нас вот 25-й микрорайон. Я понимаю. В пределах улицы Геологической, улицы Егорской, да? Все, я вас поняла, я вас слышала, я ж никакие претензии вам не имею. Вы просто, может, скажите, что я вас в заблуждение ввожу, стараюсь. Просто, понимаете, они оттуда к сюда, вы туда, получается. А участкового нет. Вот если ЖУ-4, да, она расположена у меня на участке. Ну, значит, это ваш участок, если они ЖУ-4 приходят ко мне. Но вы видите, мы по месту происшествия же будем судить в данном случае. А место происшествия у нас в Пролетарске 32. Родион Викторович, Касена, будьте добры, сконцентрируйтесь на Константине. Прошу прощения, Константин. Так, я пришел к своему закону Булгакову Антону Николаевичу, проживающему в квартире 16, дома 21, проспект Касамовский, да? Ага. Пришли неизвестные люди, шесть человек, и лезут в электрощиту. Да, и в подъезде стоит. Хотя, да, отключи себе заедет, сосло заедет у него долго по электрону. Хочешь на початке четвертого этажа, да? Да. Давайте, соответственно, укажем, что первого подъезда, да? Да. Я увидел неизвестные люди, да? Трое были по гражданке одеты. Один был в Робе, без надписей всяких. И два... Еще один был в Робе. Один, который спилил и убежал сразу. А другой электрик, который отвечал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Два охранника. Два охранника, Матюшенко, Шуневич и два электрика. Так, двое из которых были... Да, в спецодежде. Ну, спецодежде это электрика, что ли? Не знаю, они не написаны. Один в Робе электрика, он представился. Сейчас это все назовем, как он представился. Показал удостоверение, но паспорт, не паспорт... Ну, давайте я напишу в рабочей спецодежде, да? Нормально будет? Константин, как парафразирую? Ну, в рабочей спецодежде, да? Это же не спецодежда рабочая. На них уже должна быть в МЖУ, допустим, 4, ДСВЖР. Они просто одевают, то есть, в Робе. Один в Синей Робе. Давайте пишу, в Синей Робе, да? Да. Устраивает вас? Угу. Дальше что происходит? Вот все, вы их увидели. И охрана еще была. А? Охранники были. Четверо. Четверо. Всего было 8 человек, получилось? Нет, двое. А, пишу, двое из которых были в Синей Робе, а двое были в одежде охранника, да? В одежде охранника, да, и двое в гражданке. Которые были в Синей Робе? Двое в гражданке. И двое... Так, и двое в гражданской одежде. Угу. Дальше что происходит? Дальше вот один из них, который в Робе был, он достал болгарку, давай перед замки. Да. Угу. Один из мужчин, да? Мужчины же были. Угу. Один из мужчин. Так и пишем, который был в Синей Робе. Нет, не в Синей, в Серой. В Серой? В Серой, в Серой. Который был... Он вообще никак не приставился. В Серой Робе. А чем пилил? Болгаркой, электроболгаркой. Который был в Серой Робе. Ну так и пишем, начал пилить. Так пишу болгаркой слово, да? Все нормально же, всем приятно, да? Ну потому что он в розетку ее никуда не вставлял. Ну так и называется, это электрошлифовальная машина. Ну так и пишем болгаркой, да? Электро-болгарка все значит. Начал пилить. Замки. Петли. Петли. Петли замков, да? Расположенные на электрощите. Начал пилить болгаркой. Петли. Так, ну так я напишу, на дверцах, да? Электро-щитовой. Щитовой. Так, все, вон пили дальше что? Ничего. Пусть пилили. Документов никаких им не предъявили. Вы спросили, да? Я спросил. Я спрашивал. Я спрашивал. Да, он не спросил. Ну пишем, в это время из квартиры вышел, да? Да, да, да. Булгаков Антон Николаевич, который спросил на них документы. Я раньше вышел. Я намного раньше вышел. Меня к щитку не подпускали. Тогда пишу. На вопрос находящегося рядом моего знакомого Булгарка Антона Николаевича повредили документы, а мне ответили. Ничего не ответили, да? Ничего не показали. Так я пишу. На вопрос. Представить себе показать документы, данные лица никак не отреагировали, да? Слышу вас дальше, Константин. Так, что там дальше? Спирил петли, значит, электрик в синей робе, этот, мужчина в синей робе отключил провода. И как всегда все забрали, да? Неизвестно, они болт закрутили. Сейчас будем скрывать, смотреть. После чего мужчина в синей робе. Не знаю. Что он там это? Отключил, да? Отключил квартиру номер 16, это электричество. Ну, значит, отключил, отключил подачу. Электроэнергии в квартиру номер 16. Отключил подачу. Я вызвал полицию. А чем я вызвал полицию, да? Что по данному факту, да, зафиксировать? На требование предъявить какие-либо документы. Я написал. Никак не реагировали. Я написал. Дальше я попытался подойти к электрощиту, Матюшенко начал применять физскую силу и отталкивать его. А Матюшенко, значит, присутствовал, да? Да. А вы это, получается, знаете, что Матюшенко? Ну, как бы с видео. А он вообще... Короче, от Булгакова вам стало известно, что это был Матюшенко, да? Правильно? Предположительно, Матюшенко. Потому что он показывал какое-то удостоверение, а паспорт не показал. Вот так. Еще раз фразу давайте. Один из... Один из данных... Один из участников... Который предположительно... Матюшенко не упустил Булгакова, да? Стоп. Видя, что производятся противоправные действия и происходит... Сейчас, подождите, Антон Николаевич. Константин, вы сейчас смотрите. Антон Николаевич говорит фразу. Я, как бы, жду вашего согласия. И это я могу записывать. Потому что... Вы мне доверяете. Скажи, что доверяете. Нет, просто... Мы напишем, а вы сейчас скажете. Извините, я такое не говорил. Я доверяю. Я доверяю. Что говорит, как бы. То и пишите. Нет, как бы, чтобы так было. Родион Викторович, у нас никак у вас. У нас на слово верят. Нет. Тут не на слово верить. Мне-то какая разница. Я это, в принципе, понимаю. Пишите, пожалуйста. Антон Николаевич Булгаков. Так, отключил. Подать квартиру. Так. Отключил. Всё. Дальше пишем. Которому принадлежит? Угу. На основании... Пишите, пишите. Чего смотрите? Я фразу построю сейчас. Которому принадлежит? На основании свидетельства о праве собственности. Общедомовое имущество. Пишу. Булгаков Антон Николаевич. Которому принадлежит? Которому принадлежит? На основании свидетельства о государственной регистрации Решил подойти и предотвратить, решил подойти к электросчету и остановить противоправные действия. Предотвратить. Не остановить. Уже написали? Давайте попробуем. Предотвратить. Не собирался их остановить. Я хотел между щитом и ими снять. Я все на пальце. Противоправные действия. Мужчины в робе. Предположительно электрик. В синей робе, да? Да, в синей робе. Который позже показал некий документ на имя Габибов. В родительном падеже пишу, да? Габибова, да? Согласен? Нет. На имя Габибов. 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 Ильгар. Габибов. Он и так тут, трудно выговариваться, еще и просклоняем. Ильгар. Али провел углы. Пропуск на работу пишите. Я не знаю, что он там показывает. Предположительно… Пропуск на работу. Он не дал ознакомиться. Полностью ознакомиться. Он документам не дал возможности. Он написал, да. Как написали? Я только что сказал. Так как не дался ему ознакомиться. Вот. В полном объеме. Также у электросчета присутствовали двое неустановленных лиц. Которые позже предъявили неустановленные документы. Типа пропуска. На имя Матюшенко Григорий Александрович. И Шуневич Дмитрий Викторович. Данные документы они предъявили перед уходом. При этом составили какой-то документ. Предположительно акт. На требование выдать копию. Или дать возможность ознакомиться. Дать ознакомиться. Не реагировали. Непосредственно после отключения. Хотел подойти к электросчету. Но Матюшенко… Да. Хотел подойти к электросчету. И остановить противоправные действия. Предотвратить. Как остановить или предотвратить? Предотвратить пишет. Да. Хотел подойти к электросчету. И предотвратить. Да. Предотвратить. Противоправные действия. Матюшенко ГА. Встал на пути к электросчету. К электросчету. Давайте напишу, не давая ему подойти к электросчету. Да. Правильно? Не давая ему подойти к электросчету. Путем применения физической силы. В виде толкания локтем. Левым локтем. В области груди. Несколько раз. При этом Шуневич сказал одному из мужчин в черной форме. Как сказать? Дуритель. Как толкни. Убери его отсюда, он сказал. Примерно. Сказал примерно, убери его отсюда. У нас огородите, перед нами встанете. Как это нет? Как это нет? Как это нет? Но охранник никаких действий не принимал. Ну, мужчина в черной форме никаких действий не принимал. Паспорта данные лица отказались показать. А также доверенности. В общем, пишу так. При этом у меня задолженность за электроэнергию отсутствует. Чеки имеются, да? На предъявленные чеки об оплате электричества никак не реагировали. После чего они поспешили удалиться. На требование остаться на месте совершения преступления не реагировали. До отключения Габибов, до вскрытия электрощита Габибов, был предупреден обоглавной ответственности на незаконное отключение от электричества. На улице двое мужчин в черной форме сели в автомобиль. Автомобиль, ладно. Светло-серого цвета. Госномер Виктор 248. Николай Виктор 186. На автомобиле было написано «Группа быстрого реагирования». Там номера телефонов были указаны. Надо? Вы же все равно не будете их искать. 50-13-78. Фирма ООО ЧОА Альфа-ЩИТ. Надо протокол составлять. Так, Константин Валентинович. Подождите, сейчас еще дополнительно читаем все. Угу. Кроме того, неустанованные лица не предъявили документы, подтверждающие их полномочия на проведение каких-либо работ в электроустановках, размещенных в многоквартирном доме, а также документы, подтверждающие их направление в многоквартирный дом с целью… Ещё раз, подтверждающие их направления… Их направления в многоквартирный дом с целью проведения таких работ. Ну, то есть, наряд должен был быть приказ. Направление, наверное, на данные виды работы, да? А также документы… Подтверждающие их направления на данные работы, да? Вообще-то тут у нас какого-то слова не хватает. Почему? Подтверждающие их направления в многоквартирный дом С целью проведения таких работ. Подтверждаешься их направление. Многоквартирный дом. С целью проведения таких работ. В результате противообразных действий неустановленными лицами было отключено неустановленными лицами. Так я повторяюсь уже. Нет, тут другая фаза. Напряжение в квартиру. Номер 16. Повреждено общее имущество. Тогда как возможность обратиться с требованиями обеспечить доступ к электроустановкам у этих лиц была необходимая информация о том, где находятся ключи от замков электрощита и номер телефона были указаны на дверях электрощита. Там написано. Ключи в квартире номер 16. Так, требую установить личности, которые совершили противоправные действия в электроустановках. Одним из собственников которого является Булгарфаэн. Истребовать у них документы, подтверждающие их личность, должность и полномочия на совершение действий по спиливанию запоров на электрощитке. Запоры разве не нужно? Ну, петли. Петли, да. Петель. А также распоряжение должностного лица, направившего их для совершения таких действий. Так, теперь нам нужно протокол составить. Сюка, с этим вы согласны? Да, да. Протокол осмотрим место происшествия. Есть у вас банк? Есть. Что, для протокола я не нужен? Я же могу расписаться, правильно? Вот мы втроем. Двух понятых-то. Будете? Буду. Константин, смотрите, статья 51 Конституции Российской Федерации, никто не может там свидетельствовать, никто не обязан свидетельствовать против себя, самого власта, и близких, и так далее. В данном случае это не... Первый раз только, кстати. Что с вами, Родин Гибель? Если, смотрите, если в данном случае будет усматриваться административное правонарушение, то у вас будут права, как усматриваться статья 25.6. Читаем, расписываемся. Правонарушение, в смысле? В данном случае, если будет усматриваться административное правонарушение, ну, там видите, там Толкал, там Грунт, там же сейчас у нас статья 116-я же получается выведена из разряда уголовных статей, в данном случае... Костя, ты имеешь полное право написать неразъяснение, потому что это неразъяснение в данной статье. Они по-другому разъясняются. Ну, в данном случае я вам 51-ю Конституцию Российской Федерации указываю. А если в дальнейшем будем рассматривать административный материал, вы будете дополнительно вызваны в качестве свидетеля, потому что в данном случае вы потерпешим не можете являться. Когда это прекратится-то все уже? Никогда. Встали документов нет. Без предела мы сейчас не говорим. Так работать никто не хочет. Так о чем вы говорите? Зон подает. У меня пять постановлений, Родион Игоревич, помните свои постановления? В феврале они приходили, я написал сообщение о совершенном преступлении. Пять постановлений, два из которых ваши. Один как один, под копирку. Ни права, ни разницы, никто не опрошен. Это что такое вообще? Так если у вас нет возможности спросить. Как-то нет. Я вас приглашаю, вы не идете. Я не говорил, что я отказываю. Я говорю, к вам приду, вы говорите, не приходите. Я такого не говорил. А у него записи есть. А у него записи есть нашего разговора. И она в интернете. Вы же прекрасно знаете. По-моему, возможно. Просто хотелось бы, чтобы герои Великой Отечественной войны не приплетали в эту ситуацию, которая сейчас происходит. Понимаете? Какого героя? Ну, там начали издержки из фильмов про Великую Отечественную войну. Зачем ситуацию затрагивать? Это вот действительно, мы здесь живем. Давайте вот эту ситуацию будем. Ворошит так и быть. Вас это задело? Меня не задело. Просто бы не хотелось бы. Неприятно. Память дедов, которые пережили такое тяжелое время, вот как бы их всегда приплетать. Понимаете? А как вы думаете, как бы они отнеслись к этому беспределу? Когда их детей, за которых они воевали, ни за что не прошло отвечать на территорищество? Как-то не имеет. Прямое отношение. За что деды воевали? С моих слов записано верно, но и прочитано фразу. За что деды воевали? Чтобы не было войны. Чтобы без электричества жили, но без войны, да? Нормально? Чтобы люди 5 лет на газовой горелке готовили и при свечках жили? Ради этого что ли воевали? Вы на свои постановления посмотрите. Один, как вы, текст одинаковый у всех пяти постановлений. Вы там сами рекомендуете обратиться в суд? Ну, рекомендую. Вы обращаетесь в суд? Так я обратился, а они не обращаются в ни в какую. Бегают, отключают. Это что за беспредел? Два раза написали мне прочитать. Ну, ладно, это роли не имею. Я же с вами нормально общался, но куда я увидел постановление, это вообще что-то с чем-то. Так, все, а я вам не нужен больше? Так, сейчас, секунду, подожди, я поеду. Вы же прекрасно помните, какой беспредел против меня творился три года назад. Так, именно Матюшенко вас ударил, да? Вы знаете, что это Матюшенко, да? Лично что? Известный гражданин или неизвестный гражданин? Ну, личность его была установлена в этом... Он уже маску никогда не снимал. Я пишу, известное лицо, да? Ну, предположительно, Матюшенко Григорий Александрович. Я откуда знаю? Он паспорт мне ни разу не показывал. Ну, я был с ним в суде, и он там предъявлял свой документ. Ну, вы знаете, это человек или нет? Ну, да, по голосу, по внешнему виду. Да, маски же удобно носить. Все в масках ходят. Тем более, он показал удостоверение на имя Матюшенко. Так, что-то пишем локтем. Левым локтем в область груди. Несколько раз. Так, Антон Николаевич. Вот я вам выдаю определение. Обращайтесь ко мне по имени Антон. Что ты там, во сколько вы говорите? Я просто Антон что-нибудь. Антон? Буду Антон назвать, чтобы потом мне просто не говорили, что... Так я же вас сам попросил. Так, Антон. Я вам выдаю определение. Можете написать, что я... Как вы там пишете? Я Булгаков Антон Николаевич. Определение на значение СССР получил. Я никогда таких расписок не писал. Вы не много раз выписывали, я никогда таких расписок не писал. Ну, хорошо, я тогда вам вручаю. Да, вручайте под видео, как хотите. Забираю. Можете сфотографировать. Я не отказываюсь. Сфотографируй себе, и все. Вот я могу взять в руки. Давайте. Не, не надо еще, зачем? Все, держите, пожалуйста. Благодарствую. Родион Викторович. Понедельник, среда, пятница. Здание Морго. С 8 до 10 часов. По поводу видео. Если вам это кажется странным, и предположим, неприятным, я готов пойти вам на встречу и просто на всего там вот эту картинку заменить, а изменить название видео. И если даже есть в описании. Я точно помню... Не, да вы пишите, что хотите. Я точно помню, что в середине видео там нет ничего такого... Тематику Великой Отечественной войны не затрагивайте, и все. Остальное, как вы считаете, нужно. И мне на вас никаких обид, ни злости, ни нет. Как бы для меня это святое. Вот понимаете, там громыхало, не громыхало. Пускай этот человек, может быть, как бы и не существует, но мы воспитаны на том моменте, что они все равно там воевали, понимаете. Они сражались. Неважно, к чему мы сейчас пришли. Как-то неважно. А за что они воевали? В данном случае. Как-то неважно, Родион Викторович. Подождите, я вам просто закончу, потом я вас послужу. Закончу, потом я вас послужу. Закончу, потом я вас послужу. Просто не надо эту тематику трогать. Мы нашу бытовуху затаскиваем подвиг наших дедов, понимаете. Ну зачем это? А когда в Анапе из двухстволки, это нормально? В Анапе что из двухстволки? Не знаете? Про приставы. Это что? Честно говоря, я не знаю, о каком событии вы говорите. Ну там кто-то, кого-то из двухстволки. Да кого-то, по всем телевизорам пока. Ну. Что это? Ну я такой товарищ, что это не. Какие-то, я не знаю, предположительно, судебные приставы пришли к мужчине. Я не знаю, что там случилось. Это что, бытовуха? Я не знаю, что случилось в Анапе, понимаете. Те люди, наверняка, каждый там. А он там с рождения жил, его семья жила. То есть его деды завоевали за эту землю. Я вам еще раз говорю. Я вас услышал. Вот это ваше отключение от критического. Я вам не просто говорю от того, просто вы вмешали в этот видеоролик меня. Ну допустим, меня. Я вас прошу, ладно, можете там смешинки всякие, что хотите ставить. Только не надо, тематика великой. Я вашу просьбу услышал. Я ее учту. Картинка и название видео будет у этого изменено. Можете ничего не трогать уже. Нет, я сказал уже, все. Я сделал. Так, протокол к месту происшествия. С осмотром в этом. И с двумя понятыми. И я еще буду потом писать сообщение о совершенном преступлении. С вашим участием тогда я осмотр делаю. Согласны? Конечно. Кристина Александровна. Александровна. Вы согласны участвовать в качестве понятых при осмотре? Да. Подожди, подожди. Надо подумать. Я-то тебе помогал. Ты заинтересованный лицом. Соседи? Независимо. Хорошо. А, ну да. И я ей помогал. Так, ну и вот это дверцы, как они называются? Как ты так называешь? Дверцы электрочита. Дверцы? Да. А как? Как там? Творки? Запоры? Понимаю. Вся конструкция, как там она называется? Электрочит. Электрочит, да? Да. А вот вы, женщина, извините. Что? Какое отношение имеете в данной ситуации? Я ей тоже помогал. А, тоже не соседка, ничего, да? Да. Знакомая, которая помогала. Пойдемте. Пойдемте. На бумажке. Идите противоположную. Извините. Как задали, так отлично. Это мы уже проходили. Хотели как лучше, получилось как всегда. Понимаете, туда где правда? Так, а где у них правда-то? Они без документов пришли. Одна правда у Антона, другая правда. Родион Викторович, смотрите, с какими документами пришел к ним. Вот я им направлял заявление об исполнении обязательств, надлежащим образом. Я к ним ходил, требовал заключить договор. Вот свидетельство о праве собственности, копия паспорта. Вот чеки на оплату, можете сфотографировать. Кстати, к объяснению можно приложить фотки. Допишем. А по плате электричества. Свежее число 4 июня. 22.04 и 04.06. Это 900, а вот да, 1000. Там 1000, и там 1100 что-то. Ну, что это за беспредел? Ну, у вас же есть эти чеки, понимаете? Есть еще. А они все равно приходят и отрубают. Они же у вас официальная оплата, правильно? Вообще Сбербанк. Вот я им все заявления написал. Установите со мной право отношения. А они не хотят установить право отношения. Вот эти, описи, отправки. Все есть. То есть, эти. Вот ваши эти постановления, опять штук. Об отказе в возбуждении уголовного дела. Все. Все я им предъявил. А они ни одного документа не показали. Акты вообще не предоставляют. Это что такое? Пойдемте. Вот моя правда. Вся в документах. А у них нет ни одного документа. Ваша правда же почему-то в суде же, она должна живо у вас обстоятельствовать. Так, мы считаем. Мы подали апелляцию. Апелляция застряла здесь, в Сургуте. Уже третий месяц не может уйти в Ханты. Я... Бурлуцкий вставляет колеса. Да, выносит незаконное определение. Я их тоже облакошал. Так, а вы закрутили? Нет, не я. Я просто примеряю. Трубочка подходит или нет? Ты так не лазишь? А я не лазишь? Так примерил. Так я и не лажу. Я давно еще рефрик объяснил. Года три назад. Это кабель у них, который 200 ампер и 280 вольт. Прикоснешься и все. Тердык. Здравствуйте. Очень слухо. Можно вас попросить, чтобы вы подрядили вместе с нами действия в вашей величии? Сейчас охота просто не посчитается. Получается... Смотрите, Родионович, что сделали. Затерли надписи. Какие-то надписи? А, здесь было написано. Ключи в квартире номер 16. Они надписи стерли. Ну, да. Они сначала пришли. Ты когда спускался вниз, ты же видел надписи? Ну, да. А еще скрыть надо. Внутри показать, что отключение произошло. Вот как вы представляете, скрываете этот ключ? Вот, болт откручивается. Я сам отключу. Я имею право доступа. А здесь у вас сейчас ударит? Не ударит. А я не собираюсь туда лезть. Я двери просто открою, сфоткаю, и все, и закрою. Соседи, вы как против? Ну, там есть показания снимать. Но можно же правильно открывать. Не, я ничего просто не понимаю, что... Для того, чтобы раздеть там ликвид, это... Ну, это же не может, чтобы они принес. Ну, впоследствии это принесут, а я не буду выжить. Ладно. Подождите, а они какую ответственность принесут? Чего вы прикладываете? Я сам за себя отвечаю. Чего вы на них ответственность прикладываете? Я про себя говорю, что я буду это принести. А, мне послушалось просто. А они-то никуда у вас нету? Какое ответственность? Они же вас тогда не защитывают? Нет, конечно. Объектом осложнения является электрошит. Один и трех, с ними другого. Электрошит. Расположено... Расположено... И есть началька четвертого этажа, согласны, да? Ага. Так, вот это электрошит на четыре квартиры, да? Да, совершенно. Ну, вот так и пишу, распределяющие ликвидицы на четыре квартиры, да? Ну, соответственно, номер 13, номер 14, номер 15, номер 16. Ага. Номер 13, номер 14, номер 16, номер 15, номер 16. Так, значит... Или крыши состоит из двух дверей, да? Из трех. Третьей? Вот. Тут, наверное, лечо как-то у нас будет. Ну, дверь, что? Так же дверь. Хорошо, пишу. Две вертикальные, одна горизонтальная дверь. На электрощите имеются три замка, пишем. На двух замках срезанные петли, да? Сорубные. Сорубные пишем, да? Сорубные. Сорубные. Смотрите, это болгарка. Болгарка пили из видео. Ни сорубные, срезанные. Самовольные, напишите, замки. Нет, самовольные, не самовольные, я не знаю. Ну, потому что они самовольные. Сосетые подключены. Нет, смотрите, я просто пишу по факту, вот что я вижу. А самовольные, не самовольные, я же не знаю. Как мне узнать, самовольные они не установлены? Ну, потому что они, наверное, незаконно установлены. То есть кто самоводит? Вот, товарищ. Ты что уверены, что я стою? Видел. На верхнем щите установлены три. Установлены три. По вашим указаниям два товарища. Так я или по моему указанию? Вы только что говорили я, а потом сказали по моему указанию. Как-то не придирается. Я пишу, установлены три на весу залка. На двух залках, которые установлены три на весу залка. На двух залках. На двух залках. Петли срезаны. Петли срезаны по одной петле, да? Напишу. На двух залках срезаны. Дверцы закреплены. Болтом, да? Да, болтом. Надписи на левой и правой дверцы. Ключи в квартире номер 16. Телефон номер 667744. Затерты до неузнаваемости. До почти неузнаваемости. У меня есть фотография, где написано. Видно? Вот. Вот буква КРА. Вот буква Ю. Вот буква Ю. То есть они пришли, затерли, а потом начали вскрывать. В общем, давайте по факту, что мы видим. Вот видим, что 13, 14, 16, да? Как вам написать? На правой дверце... Присутствуют следы, следы, надписи. Фулиганы нам помылили дверцы. Подождите, девочки. В общем, вы у меня присутствуете в качестве понятия. Вы что предварите будете в следующий раз? Вопросы нечего. У меня номер 7, за блин, пожалуйста. Я рекомендую вам. Я требую, чтобы указали. Хотите, особое мнение оставлю. Вы видите какую-то надпись? Ну, была анапись до этого. Сейчас ее в Томане. Ищите, была анапись со слов. Когда была? Вчера? Сегодня была. Вот сегодня. Смотрите, я пишу. На правой дверце. На правой и левой дверце. Одно и та же надпись. Здесь тоже были? Да. На правой и на левой дверце. Сегодня до 13 минут. Смотрите, я пишу. В 13 минуты были надписи. Да, я пишу. Отсутствует надпись. Да, да, надпись-то не отчетует. Отсутствует. Отсутствует. Идет записи. Отсутствует. Спасибо. Отсутствует записи. О, местонахождение плетей, которые были раньше. Да, все. Чего? Я просто этого надо попросить. Родион Викторович, укажите четкую надпись. Со слов свидетелей. На Викторовичской надпись были записи. Ключи находятся в 16-й год. Это протокол осмотра, понимаете? То есть я не могу с людей отдельное объяснение взять, что да, ранее было. Вы подтверждаете, что присутствуют следы надписи, которые были написаны здесь? Там не следы присутствуют. Вот подойдите, пожалуйста, посмотрите. Вот тут написано. Посмотрите, если честно, я вот вижу. Ключи, да. В квартире номер 16. Покажу. Которые следы стирания. Нет, я понимаю, вы сейчас мне показываете. Я согласен. Вот сейчас смотрю я, понимаете? Имеет следы стирания. Есть два очевидца, которые подтверждают, что в час дня сегодня эти надписи еще здесь были. Это же протокол осмотра. Да. Вот я сейчас пришел, рассматриваю, понимаете? Вот сейчас. Хорошо, я понимаю, что 20 минут назад они были. Но вот сейчас я сейчас смотрю уже этот картинок. Ну, написали, что затерты? Громадные. Имеет следы стирания. Ну, давайте напишу. Билетно просматривается надпись. Ключи. Ключи В. КВ-16. Ну, хорошо. У вас устраивает? Дышите. Вместе будет раз стирать. Вместе есть. Ну, только на этой двери. Да. Сматривается надпись на... Ну, там, ключи в КВ-16. Угу. Ключи ВКВ-16. КВ-16. А на левой затерты до неузнаваемости. Ну, по факту давайте напишем. Вот, читаем. Да, не читаем. На левой. По центру не читаем. Можешь нас оттуда снимать, чтобы девчонок не могли? Все? Ну, по внешним признакам все. Смотрите, я. Слушайте, вы держали? Да. Открываем. Открываем. Пожалуйста, время соседей. Не волнуйся. Открываем. Автоматный бортер номер 14. Отключено. Как это? А, ниже положим? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почему 14? 16. Выключено в нижнем положении. Находится в нижнем положении. Находится. В нижнем. Выключено в положении. А, когда мы знаем, что они выключены или отключены? А, потому что на нем написано, вон, видите, выкл. А у них вкл. Видите, по центру, черный. Все ниже. В выключенном положении. Сейчас, что ли, если я сейчас хотела, то будет или присядно? Нет, конечно. Отсутствуют перемычки снизу автоматов. Пять штук. Почему пять минут? Потому что перемычка с главного автомата идет на соседний, на соседний, на соседний, на соседний. Еще раз на соседний. Пять же квартиру по два. Где-то осторожнее. Где-то, где-то. Продион Викторович. У них вышина стоит. А у меня стояли. Отсутствует, что пишут? Сверхопровода? Вот они, валяются. Отсутствует перемычки. На дне электросчета присутствуют четыре перемычки. Вот раз, два, три, и вот четвертая. Черного цвета. Так, от электросчета квартира номер 16. Вот она, 16. Вот она. От счетчика квартира номер 16. Отсутствует два электропровода, ведущие на центральный магистраль и на главный автомат. Начинается даже раз, два. Вы посмотрите, четыре провода. Есть старые фотографии, тут еще два провода должно быть. Подождите, у вас четыре квартиры, да? Да. Две квартиры без счетчика, что ли? Не знаю. Вот этот 16, вот этот 15. Хорошо, я, честно говоря, понимаю, что ноль фазы должно быть. Да, правильно же? Да, да. Может, это просто счетчик, по-моему, вы видите, он... Нет, Родион Викторович, я вам сейчас фотографию покажу, вы убедитесь, что тут еще два провода должны быть. Нет, а как я могу написать отсутствует? Давайте я лучше просто напишу. А, напишите, присутствуешь два провода? Да, да, да. Четыре привычки еще раз. Да, 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 правильно высказать. Электро. Подходит провод заземления желтого цвета? Подходит два провода. Я не знаю, заземление, нет, подходит два провода. А это обыкновенно... Ну, пишите, желтого цвета с зеленой полоской. Все знают, что это земля. На что выводят? Он желтый и с зеленой полоской. Он, видите, зеленый. Два провода один. Два провода один. Это желтого. Желтого цвета. Да. Второй. С зеленой полоской. По поддержке. Так, второй. Второй стой. Белого цвета. Вот куда он идет, я не пойму. Не специалист. Счетчик, видим, повреждений не меняется. Глаза. Вроде да. Корпус целый. Пломбы. Номер пломбы запишите. Показания счетчика. Так, про нижнюю часть. К нижней части автоматов. Написали. Написали. Там как написано? К нижней части отсутствует перевычек. И провода. Ну, то есть ничего не подходит. Вот это подходит. Смотрите, нижней части автоматов. Квартира номер 16. Нужная часть автоматов. Квартира номер 16. Плюс отсутствует привыкающие провода уже, да? Ну, просто провода. Входящие провода. Отсутствует входящие провода. Не знаю. На трех правых автоматах отсутствуют исходящие провода. Видите? Они там были. Вот три автомата последних. На трех последних автоматах. А, на четвертом, пятом, шестом автоматах. Квартира номер 16. Да, давайте привязать в верхней части. Да. Отсутствуют исходящие провода. Скажи, я не знаю. Какая-то, что-то, что-то. Какая-то еще? Нет, еще очень важный момент. А поик? Касающийся детей. Что детей? И их жизни, и здоровье. И наши в том числе. Пишем. На центральном проводе. Вон, видите, обрезок? Это вот как раз 380 вольт, который 200 ампер. Где-то, где он. Ну, ладно. Вон он, видите, коротенький? Вот я пальцем показываю. Видите? Коротенький обрезок торчит. Вот он, опасен. Это центральная магистраль. То есть, кто прикоснется туда, однозначно, я не знаю, пострадает. Будет вред причинен значительно. Не могу понять, почему показывают. Вот. Видите, маленький коротыш торчит из черного бочонка. Вот черный бочонок. Вот из него выходит провода. А вон там, видите, торчит. Тут, по-моему, везде прикоснется к опасности. Нет. Вот это самое опасное. Это мне электрики объясняют. Вот этот не опасный работает? Это земля. А вот это силовой кабель. Там 380 вольт и 200 ампер. Как мы можем подтвердить, что там 380 вольт? Ну, хорошо. Хорошо. Объясните, что вы хотите сказать? Давайте пишите. На силовом кабеле, проходящем сверху вниз, белого цвета, сечением примерно 1 сантиметр, в черном бочонке присутствует отрезанный короткий провод, оголенный. Нет, что на кабеле. Я не знаю, силовой, не силовой я пишу, на кабеле светлого цвета. Белого. На кабеле белого цвета. Сечением диаметром сантиметра, примерно сантиметр. Это силовой кабель, он очень мощный. Диаметром. Примерно 1 сантиметр. Тихо, Тихо, Родион Викторович, и через пластмассу пробьет. Да не пробьет. Вот через пластмассу не пробьет, он сразу. Ну, вы что, никто не знаете про червить? А? Задавить, не задавить. Я говорю, задавить, а я говорю, не задавить. Около 1 сантиметра. Да. Диаметром около 1 сантиметра имеется. Исходящий, имеется врезка. Имеется разведитель, черного цвета. Да, разведитель, о, правильно. Сам не знаю, как называется. Исходит короткий кабель, примерно полсантиметра. Кусок кабеля, кусок обрезанного кабеля, оголенный, неизолированный. Это провод. Изолированный, исходит кусок изолированного провода. Какой он изолированный? Это изолента внешняя, а он сам не это, он оголенный. Но обрезанный. Обрезанный, пишите обрезанный. Но он не оголенный. Ну как не оголенный, пальцем прикоснётесь, получится удар. В ценном-то он же, обмотка есть, он просто обрезанный. Но если здесь к обмотке прикоснёшься, удар не получится. А если к тому прикоснёшься, там точно получится. Исходит. Из которого исходит... Вот так и пишем обрезок. Обрезок провода. Длиной примерно полсантиметра. Вообще, по идее, должны были эксперты вызвать. С корочкой. Буквально лет пяти сантиметров. Он бы вам сразу тут всё разъяснил. Дальше. Всё? Что написали? Неизолированный? Оголённый? Написали слово? Буквально лет пяти сантиметров. А? Обрезанный есть слово? Обрезок, да. Обрезок провода. Неизолированный. Это называется неизолированный провод торчит. И изолированный. И изолированный. Ну, всё, в принципе. Это я не могу разъяснить всё. Вот эти моменты, которые были указаны. Ещё один момент. Да, не говори что-то. Если отсюда посмотреть, там кабель тоже торчит. Он тоже под напряжением. Он как раз в один из этих бочков идёт. Вон, видите. Тоже неизолированный. Он, по идее, в щиток должен был идти. Или от щитка на электросчётчик. Там в глубине. И щиток, счётчик, что у него отсутствует. Это только два провода присутствуют. Смотрите, у вас этот провод записываем, всё? Да, его надо кстати дать. Не, я просто по этому смотрю. По содержимому строчек. Обязательно его записываем. Там, в принципе, хватает провода, и всё? То есть, ты больше нечего писать, согласна? Больше нечего. Последним условием. Тогда пишем, значит. Ну, что там? Из трассы, это правый кабелей, что ли? Или так писать? Ну, значит. Из... Из... В правой части. Левого отсека. В правой части левого отсека. В верхней части, под автоматами. А голённый кабель? Измельца голённый провод. Измельца голённый провод первого отсека. Белого отсека. Угу. Белого отсека. Оголённый написали, да? Конечно. Так его надо замерить. Где эксперты? Как он замерил? Ну как, по напряжениям он или нет? Казалось. Ну как, а есть опасность для жизни или нет? Думаю, что если этот щиток закрыт, то нет. На болт? На болт. Любой ребёнок откройте. На болт. Зачем мы его открыли, получается? Угу. Сейчас? Да. Для проведения средственных действий. Слышите, подождите. Я граждану вам все покажу. С Китаем, вы можете подождите себя, пожалуйста. Здесь электроавтоматы, ведущие 16 квартир, вот они выключены. Это номер, значит, у нас получается 3, 4, 5. Вот это сосуд кабеля. Тут тоже везде сосуд кабеля. Вот при этом проводе... Родион Викторович, не забывайте, что там большое напряжение. Вот при этом проводе мы указали, что это на болёны. Ну вот там. И вот этот провод тоже мы указали, что он подойдёт. Вот это вот лежат у нас перемычки, раз, два, три, четыре. Показание счётчиков 47, значит, не согласны. Я знаю, что он подойдёт. Угу. Подписи, всё. Пожалуйста. Согласна? Согласна. Будьте добры, фамилию, пожалуйста, напишите отроки. Расшифровка. Вы согласны, это ваша фамилия? Именно подписью считается собственноручно написанная фамилия. РК-19. Ротокол будет предлагать сходу по трицам. Которую я распечатал, я не подпьютирую. А план схема? План схема чего? Подключений. Ну, я не могу. Эксперты приглашать. Пригласим. У вас какие-то замечания будут? Выполнили. Надо зафиксировать оголённые провода под напряжением. Тут дети маленькие были. Отсутствует один кабель. И одна перемычка. Видишь, у тебя всё по-другому. Тихо, тихо, руки. Я тебя принесу. Да, ну я с ней. Беги. Я помню, как ты показываешь. У меня же сердце дёргается. У меня же сердце дёргается. Так подождите. Сначала эксперт-то должен всё зафиксировать, а потом они расписаться. А почему? Они сейчас просто так, что мы видим. Так, а что мы видим-то? Надо это зафиксировать. Смотрите. Сначала всё. Стоит щит. Вот. Смотрите, у нас автомат из 16-го квартиры. В автомате номер... 4, 5, 6. 3, 4, 5. Отсутствие здесь провода. Отсутствие здесь провода. Вы неправильно назвали. 4, 5, 6. Их 6 всего. Да. Вот здесь отсутствуют 3 провода, а вот здесь тоже отсутствуют провода. Да нет, там все отсутствуют. Вверху 3 провода отсутствуют. Ну, вверху. А, внизу отсутствуют. Вверху. Ну, вы видите, да, вы что? Потом вот этот провод, вот Антон Николаевич указывает у нас, что он оголеный, под напряжением, 380 вольт. Потом, значит, вот этот проводочек. Ой, Родион Викторович, вот вспышка такая будет, что это, может и глаза поставить. Потом у нас, значит, вот эти перемычки лежат внизу, вот тут тоже перемычки лежат. Телегра-счетчик без видимых повреждений, к нему подходят два провода. Это мы все описали. Да, вот номер там, показатель счетчика 472, 495. В принципе, мы как бы любую схему там особо не выделяем. Надо зафиксировать, под напряжением провода или нет проголено. Ну, знакомьтесь, пожалуйста, и смейтесь. Я сейчас фотографировал, будет предлагать сюда что-то таблице. Замечания у вас какие-нибудь есть по заполнению данного протокола? Юлия Дазова. Благодарствую. Спасибо. 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 Я согласен, пока я здесь. Давайте эксперта пригласим. Вот же есть графа для эксперта. У нас в системе полиции экспертов электриков нет. У нас есть эксперты криминалистов. Позвоните ответственным. Если вы некомпетентно решите этот вопрос, позвоните ответственным. В дежурную часть. Требуется специалист. С доступом к электричеству. Я не знаю, как постепенно. Давайте сейчас закроем электричество. Это будет. Давайте сейчас закроем. Это не истинство. Это просто действительно. Это трагичный случай. Само собой. Сами видите. Дети везут. Они даже болт в прошлый раз выпрытили. И зачинем эти ладо все по совести. По зову сердец во светлой радости. Ладо. 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 Запоем дружи. Ладо. Ладо. Чтоб детям откроем. Это все наши субботники. Поздравляю. 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 Еще сообщение о совершенном преступлении. Псенатон Николаевич, ознакомливайтесь. Хочу ознакомливаться. Я хочу, чтобы эксперт пришел. А эксперт кто? Кто? Я не знаю, кто. Давай 112 звонить, фиксируй, что пускай они приезжают. Кто подтвердит, что провода под напряжением, есть опасность здоровья. С протоколом осмотра. То есть, вы отказываетесь вызвать экспертов? Да, я отказываюсь. У нас нет такого эксперта. Это индикатор. В данном случае. Не надо индикатор. Это должен заниматься человек, который обладает специфическими познаниями в области электрической. С доступом. Вы тогда прикрещаете вот этот индикатор всякий и так далее. Трансформаторы. Вы отказались. Давайте закончим с протоколом осмотра. Осмотр окончен. Сколько? Напишите. Совершенно верно. Ну, 18 дней. Согласны? Да. Вы мне что уже? Персону в блогах Фондона Геннадьевич признали потерпевшим? В данном случае потерпевшим по данному делу получается. Вы же не нарушитель? Нет, конечно. Ничего не нарушил. Так, а особое мнение где записать? Ваше? Да. Пойдем вам встречать. Знакомьтесь пока. А вы... Я ничего не взял. Я вот написал. Ничего не взял. Только извините. Не буду ничего взимать. Проводки короткие валяются. Нет. Я их сфотографировал. У меня фото таблицы. Фото таблицы будут они указаны. Я даже не могу сказать, если на то пошло, имеют ли эти перемычки вообще отношение к этому моменту, что они должны именно подключаться к вашему даже щитку. А я вам скажу, что имеют. У меня есть как минимум трое очевидцев, которые подтвердят, что именно такие перемычки стояли на моих автоматах. Пока с электриком не пообщаюсь, который обслуживает ваш дом, я вам ничего не могу сказать. Так давайте его пригласим. Мы сейчас его не сможем пригласить. Почему? Возможно, просто рабочий день у них закончится. А когда вы с ними будете общаться? Возможно, завтра. Ну, вы же можете ему позвонить. Отправьте фотографию, он скажет сразу. Я не могу ему позвонить. Потому, что я, во-первых, не знаю, кто электрик у вас. Ясно. Ясно. Отказались, значит, отказались. А что вы написали, не поступили замечания? Я же вам говорил, что я особое мнение внесу. От понятых-то не поступили. Ну, вот вы можете вот здесь вот. Кстати, вот тут можете. Так я же участник следственного действия. Вот. Давайте вы тут напишите. Вот тут ставьте запятую и пишите. Давайте, чтобы мы путаницы на слово... Не-не-не, я сам. Не, вот это мы указываем, тогда от понятых не поступили, а вы тут тогда пишите свои. Держите. 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 Не надо из-за меня ничего дописать. Пишите. Так, давайте по порядку. Чего? Чего? Чего с самого конца идем и потихонечку с самого начала. Я сначала особое мнение допишу. Может, вы мне не дадите дописать? Я ознакомился. Я сейчас особое мнение допишу, а потом подтвержу. Пишите. Не наоборот же. Сначала расписался, потом особое мнение. Пишите. Пишите. Нелогично же. Да, вы можете на обратной стороне писать. Укажите, что на обратной стороне. По всей странице у вас здесь поставят. Угу. Так, ну всё, тут расписался. Так, так, так. Здесь, да, тоже? Угу. Всё? Фотка? Угу. Так, Громенюк, Родион Викторович отказался под видео и в присутствии двух очевидцев пригласите эксперта для фиксации опасности для жизни и здоровья в виде оголённых двух проводов от силового магистрального кабеля. Без оборота на меня, без акцепта. Три листа, три страницы. Получается, что это примечание идёт или как? Особое мнение. А. Я же всё правильно написал, Родион Викторович. Вообще, у меня даже без притрения. Ну, всё, всё по-честному. Одна соседка подтвердила, что в час дня надпись была на щитке. Так, теперь сообщение о совершённом преступлении. Сообщение у нас зарегистрировано. Это от Константина. От меня-то не было. Что вы хотите? Давайте. Усно это, принятие устного заявления. Вы заявление хотите написать? Протокол устного заявления у вас должен быть. Вы заявление должны написать. Я хочу, чтобы вы приняли сообщение о совершённом преступлении. Почему вы устного? Вы что не можете писать, что ли? Могу. Я хочу, чтобы вы написали. Я волнуюсь. У меня руки дрожат. Смотрите. В общем, я вам так говорю. У нас, значит, по данному факту происшествия у нас зарегистрирован материал проверки. Продолжение следует. Вы успокойтесь. Придите в себя. Вы отказываетесь принять сообщение о совершённом преступлении? Спокойное заявление. Владимир Викторович, а? Вы отказываетесь принять? Я не отказываюсь. Я вас просто ставлю перед фактом, что у нас зарегистрирован материал по факту данного происшествия. А сейчас, Антон Николаевич, я сейчас вынужден поехать на другое. То есть, вы отказываетесь? Более значимое сообщение. Это что, не значимое, что ли? Это значимое. Ребените сообщение о совершённом преступлении. Я осмотр сделал. Родион Викторович, вы куда? Я вам еще раз говорю, я осмотр сделал. Вы не принимаете сообщение совершенно? Я объяснение взял. Вы 736 приказ нарушаете. Материал у нас зарегистрирован. Вы нарушаете номер регистрации? Родион Викторович, я буду вынужден жаловаться на вас. Антон Николаевич, вы имеете полное право. А где у вас нагрудный знак? А? Нагрудный знак, где у вас? У меня нагрудный знак в данном случае не обязательно должен быть. Он у вас с собой? У меня есть. Покажите, пожалуйста. Антон Николаевич, я поеду, хорошо? Удостоверение покажите, пожалуйста. Вы знаете мое удостоверение. Я сейчас вам покажу. Объясню просто вам причину. Вы не думайте, что я тут такой притируюсь от вас. Не волнуйтесь, сообщение о совершенном преступлении будет короткое. Вот это не надо будет все писать. У вас какие мотивы вообще? Почему вы не хотите? Я вам короткий напишу, это будет вот буквально вот такое. Смотрите, я учитываю вашу просто запись. Я вам просто покажу одно сообщение, на которое я должен ехать. Из-за которого я просто сейчас тут вот сижу. И думаю, как я сейчас просто приду к людям и буду ему объясняться то, что я к ним уже два часа не могу попасть. Сейчас я вам покажу. Не по записи вот эту. Родион Викторович, меня это не интересует. Я согласен. Звоните ответственному, пускай он принимает решение. Либо вызывайте сюда ответственному. Пускай он за вас принимает. Вы меня слышите? Мне не надо что показывать, Родион Викторович. Нет, я вам покажу. Да мне не надо что показывать. Пусть покажу, почему? Вы же мне... Скажите, просто отказывайтесь и все. Я не отказываюсь от вас. Как не отказываюсь? Тогда принимайте. Вы сейчас волнуетесь, да? Доставайте бланк. Заявление о совершенном преступлении. Хорошо. Сделаем так. Принятие основного этого. Подождите. Подождите. Давайте сделаем вот так. Я от вас никуда не убеду. Нет, меня никуда не... Денетесь. Родион Викторович, на словах поясните. Не надо ничего показывать. Вы сюда поясните. Я просто... Давайте съездим на это сообщение. Можно? Опишу, как говорится. Вот этот момент. И приеду к вами. Будем долго разговаривать. Хорошо? Все. Мне надо просто съездить реально на труд. А вы приедете сюда? Я приеду. Хотите ко мне? Можете на Красной 42 подойти? Нет. Сюда приходите. Через сколько вы приедете? И все. Ну, давайте. Мне там минут 30, наверное. Добро. Жду вас здесь. Договорились? Честно говоря, вот и вся причина. Просто там человек умер. Вы сами понимаете. Я должен сейчас все отправить. Я просто... Скорую помощь. И все. Я просто не стал вам это объяснять. Потому что вам же это не интересно. Добро. Потом я потом приеду с вами. И будем с вами сидеть и принимать заявление. Добро. Вам что, бланк заявления привезти? Нет. Я хочу, чтобы вы с моих слов записали. С ваших слов? Ну, потому что у меня, видите, все на компьютере. Я обычно на компьютере печатаю. Да. Что вам мешает на такой текст? Вы хотите выходить на компьютере? Я расписываю, что я принял от вас заявление. На компьютере? Да. Выкатывайте. Обратили внимание? Четыре. Четыре нет. А, согласен. Нет. А вот это... Вот это... Нет ли текст? Нет, нет. Это другое. Это вообще от июнь. День 20-й. То есть это по 23-му числу. Девочки, вы здесь будете? Да. Когда вы будете им говорить, они будут от вашего имени писать. Вы только почки поставите. Я не хочу напрягать девушку. Продинайте. Вы опять уклоняетесь. Да я не уклоняюсь просто. Мы же договорились. Я вас жду. Мы с вами одно и то же дело. Мы рыжим, понимаете? Так не я причина этому делу. А мы потеря-то зарегистрировали у нас? Не от моего имени. А тут собственный. Договорились. Я вас жду. Если как бы... Вот сейчас смотрите, сколько? Сколько этому сообщения? А то Николаевич. 16-30. Вы мне... У вас же есть смотришь? Попрошу. Вот эта вот ситуация по поводу мышшего человека. Ну не надо еще. Я сейчас езжу. Вы даже зря произнесли. Я все равно это вырежу. Я ни адрес ничего не запомнил. Я такие сведения... Дело долго, понимаете? Я такие вещи не распространял. А тут же я сейчас езжу, чтобы вы это даже не оговаривали. Не сказали, что у меня выстрел, как и не начали. А как они так выставляют счетчик вот так вот оголенно? Так. Ты посмотри, дети маленькие бибы. Ты... Пока не долбоват. Так, народ, перестаем материться. Я почему вас всех предлеваю не материться? Потому что я потом замучаюсь нарезать это все. А у вас привычка входит, вы потом и при нем, и при всех начинаете. А это хулиганка, 20.1 капры. Рукой двинул, мат произнес, все, хулиганка, состав есть. Не пугай уже. Чего не пугай? 80% таких камер заезжало. Все показывали, постановили. Я читал, махал руками, несурдурно выживался в броню. Что такое несурдурно? Да. Может, я задам этот вопрос? Ну, что он через полчаса прижал? Там, говорят, кто-то помер. Надо, говорит, срочно ехать. Хотя до этого ничего не говорил. Я даже на дату и времени не посмотрел. Он мог этот старый какой-нибудь кусок достать и мне показать. Просто я его с этим электросчетчиком, я его там на таких вещах поймал. Это вообще. Он хотел про надпись ничего не писать. Что за надпись я не могу говорить? Что ключи-то там-то, там-то. Ключи в квартире номер 16. Телефон такой. Я закрыл. Я не отрицаю, я закрыл. С целью обезопасить народ и население, жильцов и себя в том числе. Я вижу, дети бегают. А что я что-то не помню, чтобы они стирали надпись? Так они могли позже прибежать. Они до этого, значит, приходили. Либо до этого, либо позже прибежали. Надо видео посмотреть, там есть надписи или нет. Если нет, значит, они заранее это стерли. Они заранее стерли. Кого-то послали, он затер. И они пришли. Сфотографировали, что нет никаких надписей. Понимаешь? Ну, завтра они по-любому. А ты чем тебе писал? Маркером. Маркером? Ну, я в следующий раз хитро сделаю. Замазку. Я через ГИС ЖКХ отправлю, что такой-то щиток. Ключи от такого-то щита находятся в квартире номер 16. Самое знаю, что прикольно. Когда они полезли отключать. Ну, открыли щиток, спилили, короче. Один, главное, спилил. И убежал сразу с болгаркой. Не приставился, ничего. Этот электрик в роли, короче, открывает. Начинает лезть. Я ходить. Эти меня отгораживают. Матюшенко меня рукой толкает. Этот рыжий говорит. А там такие два бугаря охранники. Ну, с охраной. Да, черная одежда. У нас огородите, перед нами встанет. Как это нет? Как это нет? Как это нет? Уберите его, типа. Охранник такой, нет. Охранник такой, нет. Они уже не имеют права. Нет, конечно. Охрана это, получается, предприятие. Да. Ну, посмотри. Но они же меня тоже тогда же не убирали, когда первый раз помнишь, в январе. Они же просто говорят, девушка, отойдите, пожалуйста. Я говорю, не отойду. Короче, охранник, видимо, знает больше правовой системы. Конечно. Я к ним потом подошел на улицу, они только уезжают. Они смотрели, у него окошко немножко отключено. Я подошел, он тоже остановился. Я говорю, а это, с вами можно договор заключить? Он говорит, на что? Я говорю, как на что? На охрану квартиры? Он говорит, ну да. Я говорю, хорошо, позвоним. Пошел. Дал понять, что у меня нет к нему претензий. А это тоже такое, ты слышал, да? Я не отношусь. Этот кричит, я не отношусь. А кто вообще тогда относится? Не, он еще про Вторую мировую не рассказывал. Ага. Наши деды воевали. Чтобы мы докатились до такого, что у нас приходят и последние отключают. Действительно, за что наши, как его, ну то ли, деды воевали. Короче, это капец. Короче, да. Я бы, я не знаю, я там... Тебе надо сказать про своих детей, что тебе приходится именно холодным кормить. А что толку ему говорить? Вот что толку ему, Антон, говорить? Как будто он мне чем-то поможет, или он мне что-то привыкнет. Там знаешь, что на видео было? Там просто название видео, типа, громыхало из-под мышки. Или всех под суд. Так называется видео. А нет, хорошо, но его уже это задело, смотри-ка. Подожди, а на картинке, короче, изображен воин, короче, а, а рядом такой, старая фотка. А рядом его фотка. Ну, не соединены. То есть связи никакой нет. А он воспринял это на свой счет. Я так понимаю. Ну, значит, чувствует себя в чем-то виноватым, если ты воспринимаешь на свой счет. Я так считаю. Если он мне по барабану, да вы хоть там заходит картинками закрыть. А еще вот у меня вопрос, вот это то, что Батюшенко вообще какого, вот какие полномочия у него вообще ходить по электричеству? Да никакие. Я же тебе объяснила, если что-то будет, то должен быть козел отпущение. Это будет Батюшенко. Все понятно. Русин, что-то вот не это, не хочет ходить? А у тебя побоев тоже, да, никаких? Нет, ну, меня наталкило так вот все. Хорошо. А польется хорошо, выше этажом. У кого-то пойдет, скажи мне, кто-то будет топить кого-то, вода побежит и так же, на счетчик. Знаешь, что? Мы подняли где-то месяцев 8 назад, проштудировал я эти решения судов всяких по Сургуту и выяснилось, что, помнишь эти, снежная зима была в прошлом году, их там дрючили, что они дворы не убирали, так они убрали дворы, а потом вот эту сумму, которую они потратили на уборку дворов, они взыскали с администрацией миллиону. Поняла? Решение судовое есть. У вас смена-то до скольки? До утра. Ага. Что, оставляем на Усном, да? Почему? А принятие Усном, да, Усном. Что у меня за отрождение, скажите? Так, Булгаков Антон Николаевич родился... Гражданство. Возможный рыв. Точно не уверен. Разве... Официально работаете, нет? Нет. Перебил вас, что хотели спросить? Ну, разве это жизнью можно назвать? За такую жизнь наши деды воевали. Свет вам надо включить? Ну, давай, все отлично, деда. Голову не заденьте. Ну, может быть, поменяли, может быть, по утере, всякое же бывает. Без взрыва от меня. Что он нужен? Номер сначала. Да, сейчас номер запишу. Так, заявление. Так, Антон Николаевич, разовый марочек, смотрите. Я же вас просил ко мне по имени обращаться. Вот. Ну, чтоб нам влезло. Не влезло. Вставляемся? Нет. Нет, да? Постараюсь, но... Приложение сделано сейчас. Давайте. Примерно в 14.55. Соответственно, сегодня. Да, 28. Так, принятие заявления о преступлении. О, отлично. Я первый раз эту бумажку вижу. Почему меня раньше не показали? Почему раньше? Ни разу я не видел. Я впервые вот эту бумажку... Если человек хочет писать заявление, он пишет. Если у вас есть устно, значит, что... Я всегда вызываю. Я говорю, я хочу сообщить о сюжете о преступлении. Антон Николаевич, давайте, пожалуйста, время общения сократим. По имени обращаться. Антон, время общения, пожалуйста, по возможности максимально сократим, но и по существу. Обычно такие протоколы мы берем у людей, которые с ограниченными способностями, они там, ну, не могут писать или наоборот. Да куда все мои бумажки брали? Я вот они живут, а он перед вами же. Нет, у меня еще было. Вот же бабка. Антон. Там же у меня все эти... Вот он. Самые главные данные. Женщины уберутся дома. Хрен, что-то не делается. Так. Выйдя на лестничную площадку. Этажа номер 4. Подъезда номер 1. По адресу. Проспект Комсомольский. Дом 21. Квартира 16. Город Сургут. Город Сургут. Увидел 6 неустановленных лиц, которые преградили мне путь к электрощиту. Точка. Мужчина в серой робе с помощью электроболгарки спилил две петли. А, уже написано. Две петли на электрощите. Тем самым... Вот, кстати, свет же есть у вас. Ну и что? А что вы не хотите, через компьютер вытащить? Да, у меня что-то с интернетом проблемы. Я сейчас не отправлю. А, у вас такого файла нету, да? Тем самым... Что ли, непонятно. То ли оплату, то ли... Ну, короче, вот только обнаружил. Бород с телеком, надо звонить. Так. Тем самым повредил вообще домовое имущество, которое принадлежит Булгакову Антону Николаевичу на основании свидетельства о государственной регистрации права. Так, а вообще, почему мы не можем заявление, это опрошу определить к углу нации, и объяснение все это указать. Объяснение – это объяснение, а я пишу сообщение, вы пишете сообщение о совершенном преступлении. Это две разные вещи. Это же УПК-141, правильно? А объяснение ни к чему не относится. Давайте. Что там последнее? Сидеться государственной регистрации права. Собственности. Собственности. После чего мужчина в синей робе начал отключать электричество. Квартира номер 16. При попытке воспрепятствовать противоправным действиям, направленных с исключительным намерением причинить вред заявителю. Как правильно пишется? Может подскажете? Не знаю, что вы сейчас... Не установленное лицо предположительно Матюшинка ГА или сразу Матюшинка ГА? Не установленное лицо. Давайте вот так и начнем. Вот так. Грызов, видите, не установленное лицо. Предположительно. Сейчас, секунду. Быстро ответ. Алло. Не, все нормально. Все нормально. Давай через час перезвоню за ним. Ну, помощь не нужна. Все, давай. Матюшинка ГА? Григорий Александрович. Угу. А что полностью не пишите? Григорий Александрович? Да, я понял. Оттолкнул меня и применил физическую силу в виде отталкивания левой рукой, левым локтем, в область груди. Ну, давайте коротко напишем. Согласно протоколу от 28.06.2021 составлено 17.30. Из электричита. Из? Да, из электричита. Угу. Пропали. Одна перемычка. Ну, давайте электроперемычки. Да, электроперемычка. И один кабель от счетчика. Эй, сочинем, хотел ладовать. Алло. О, алло, Антон, здравствуй. Слушай, это, перезвони через час, срочно занят. До магистрального кабеля. И от автомата до счетчика. Согласно правилам, не хватит, будем еще присутствовать. Установленным пунктом 1. Статьи 10 ГК РФ. Такие действия не допускаются. Не установленными лицами. Так, это же я так понял заявление, а потом еще объяснение. А, ну, тогда коротко пишу. Уничтожены. Сейчас, это новое слово или что? Не установленными лицами. Уничтожены. А. Петли. Подождите. Такие действия не допускаются. Не установленными лицами. Точка. Не допускается. Точка. Не установленными лицами. Уничтожены. Уничтожены. Петли. Запирающие петли. Ну, или петли запирающие. Исключающие доступ посторонних лиц в электроустановке. Чем создана опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе детей. Кроме того, не установленные лица не предоставили заявителю документы, подтверждающие их личность в должности и полномочию на проведение каких-либо работ в электроустановках, размещенных в многоквартирном доме, а также документы, подтверждающие их направление в многоквартирный дом с целью проведения таких работ. В результате противоправных действий неустановленными лицами было отключено напряжение в квартире у заявителя, повреждено общее имущество, тогда как возможность обратиться к заявителю с требованием обеспечить доступ к электроустановкам у этих лиц была необходимая информация размещена на створках электрощита. Требую установить личности граждан, которые совершили противоправные действия на электроустановках, одним и собственников которого является заявитель, истребовать у них документы, подтверждающие личность должности и полномочия на совершение действий по спиливанию запоров петель, запирающих на электрощите, а также распоряжение должностного лица, направившего их для совершения таких действий. Требую в установленный законов срок провести проверку в порядке статьи 144-145 по КРФ в отношении всех шести лиц. Факты противоправных действий подтверждают несколько видео на канале Сургутнадзор, кавычки открываются Сургутнадзор вместе 2, кавычки закрываются в Ютубе, ну и все. Так, сейчас 5 секунд, посидите, пожалуйста. Так, смотрите, протокол прочитан. Подождите. Да, протокол прочитан. Вы будете читать живо, правильно сейчас? Какой протокол? Мы же писали заявление совершенно... Протокол принятия устного заявления по субъекту. А, да, да. Протокол прочитан. Я же говорю, просто первый раз вижу такую бумагу. Вы же прочитаете сейчас? Да, я тебе прочитаю. Все, тогда пишу слово лично, правильно? Ну, давайте сразу же заполним, чтобы вам отдать, да и вы читайте. Так это надо само писать, нет? Сейчас я вам ручку еще с вами принесу. Ну, это он устный. Ну, ладно, давайте читайте, потом это мы заполним. А это что такое? Объяснение еще? Ага. Е-мое. Ну, а что делать, если требуется? Так это надолго. Ну, напишем. Я думаю, минут 20 уложу. В принципе, нам уже тут можно основное это так написать-то уже. Ну, и все. Образование ваше. Все, пожалуйста. А время что, не указывается? На сообщении совершенства. Да, там указывается. Это заявление регистрируется в течение судок. Фотографируется. Все? Фотографируется. Да, позволяет столько времени сидеть писать. Так. А приложение-то не написали, что ли? Приложение. Пишите. Вот тебе замечание там вроде есть. Или что? Продолжение в приложении. Приложение в приложении. Да, совершенно верно. Так, Антон Николаевич, смотрите, я еще должен объяснение взять. Но, в принципе, я могу так, значит. По идее, мы тут что-то уже почти что написали. Да, процентов 50, думаю, что ли. Слушайте, может, на другой день перенесем и завтра это? Да нет, в объяснение можно добавить. К событиям указано в протоколе принятие выставленного заявления. Я просто сейчас, ну, не в состоянии, как сказать, устал. Может, завтра встретимся? Я подойду к вам. Вы на месте будете? Завтра я не знаю, завтра я костю суток буду. Сейчас будем в 100 лет. Ну, давайте я тогда напишу. Объяснение я дам в другой день в связи с тем, что я устал. Все, встраивайся. Тогда давайте уже это пишем. Я вас знаю, вы там опять это. Вы думаете, что я отказался? Пишем. Смотрите, к событиям пишу. К событиям указано в заявлении. Можно также написать в объяснении гражданина. Забыл, Костик хочет. Могу добавить следующее. И понесли новые факты добавляем. Правильно? Ну, я сейчас... Ну, долго я могу... На странице 20 могу вам надиктовать. Нет. Кто их читать-то будет, Антон? Так, все, пишем. Могу добавить. Что мы хотим добавить? Так вы как написали? К объяснениям добавляем. Нет, к событиям. А, к событиям. Сказано мною в протоколе устного заявления. И к заявлению о совершенном преступлении. И в объяснении гражданина могу добавить. Про заявление сказано о совершенном преступлении? Да. К событиям указано мною в протоколе устного заявления. и в объяснение гаражей могу добавить ну по идее у нас тут в принципе расписано что забыли написать давайте это укажем благодарствует маме привет так сейчас я вспомню и к протоколу составлен на месте происшествия тоже могу добавить так подождите и продавать и к протоколу и к протоколу осмотра места происшествия все 28 число может у вас вопросы есть мы же обычно вопросы на водящих или кто следователь в принципе у меня все понятно то что у нас объяснение подробно заявление в принципе мы все тоже изложили этот номер машины указан номер машины указан сейчас я быстренько пробегусь но это любом случае пару фраз уже знаем что по адресу просветка самовский 21 квартир 16 находится редакционный пункт сми камчатский регион вот этот пункт я журналист а мне ли ты что другое 144 статья все шесть лиц списка воспрепятствовали законной деятельности журналист да кстати регион виктор еще уже на луане поменял и карты поменял 17 я же вам сказал что сделал я вас услышал не смысл вас обманывать спасибо ну да что нет а меня ничего не задело как бы это уже говорили мы поняли давайте смотрите я попытаюсь подсказать если вы считаете место так что про чеки мы не указали что у вас имеется это жить и да просто вы так поговорили никаких задолженности никаких так настоящему времени настоящий момент у меня задолженность 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 за за оплату по электроэнергию перед кем-либо по энергии установленной судом. Перед кем-либо. Что там дальше? Отсутствует. Давайте в том числе и чем вы сказали сейчас. Услово отсутствует. 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 Установленное судом. То есть нет судебного. Отсутствует установленное судом, да? Да. Что подтверждается в китайском выплате, да? Более того, прилагаю два чека. Так, прилагаете. Когда вы прилагаете? Сфотографируйте и приложите. Тогда копии. Более того, прилагаю. Двух квитанций об оплате электроэнергии. Давайте от 2-го числа от 2-го числа. От 4-го 06-го. От 4-го 06-го 2021 года. И 22-го 04-го 2021 года. Давайте я сразу фотографирую. по порядку. Да можно два сразу. Что там, ковидных много? Или это не обсуждается? Ну так. Ну, судя по тому, что в новостях показывают, тогда я думаю, что хватит. Да, новостям я не верю. Я больше вам поверю. Ну я же не медик, понимаете, не могу сказать. Ладно, опустили. Так, вот этот абзац очень важный. Статья 1 и 10 ГК. Вот полностью его надо переписать. То есть я поступаю добросовестно и разумно. Ну пишем согласно, да, статьи. Разумно и добросовестно. Разумно и добросовестно. Разумно и добросовестно. Давайте я пишу. Фактически в результате действий неизвестных лиц пока пишем. Согласны? Мысль скажите полностью. Неизвестных лиц. Вот и пошел это. Было испорчено и изъято общее домовое имущество. В виде запирающего болта. Болт они в прошлый раз изъяли. В этот раз они поставили болт. В прошлый раз вообще щиток открыт был. А я думал, вы поэтому тексты вчера их составили. Нет, это просто заявление. Так, какие-то действия неизвестных мне лиц. Ну давайте причинем мне ущерб, наверное, да? Ущерб причинял вам, нет? Сейчас я сформулирую. Там признаки террористического акта вообще. Авария на объектах жизненеобеспечения. Ну говорите, чем сказать-то. Произошла авария, в результате которой объект жизнеобеспечения в виде электричества. Глагола не хватает, да? Как видите, результат действия неизвестных лиц произошла авария в результате которой объект жизнеобеспечения в виде отключения электричества. Ну, прекращен, да? Устраивает вас? Да. Считаете, возможно восстановиться? Считаете, возможно восстановиться? Вот смотрите, я прям расписал, что в соответствии с статьей 205 УК, террористический ад, это я просто для вас говорю, это не писать, поджогов, устрашающих действий населения, короче, и опасность. А потом в постановлении Пленума Верховного Суда под устрашающими населением могут быть признаны действия, в том числе устройства аварийные на объектах жизнеобеспечения. Ну, понятно, да? Жизнеобеспечение – это в том числе электричество. То есть, все признаки террористического акта в их действии. Ну, сколько нужно издеваться над людьми? Чего они в суд-то не дают? Ну, они же регулируются постановления правительства, я там номер сейчас не могу вам сказать, какой-то там всегда вместе имеется задолженность, возможно, я хочу это сказать. А, Родион Викторович, Ну, для этого есть, конечно, судебный у нас… Чисто по-человечески, если будет время, посмотрите видео «Бриллиантовый ЖКХ», 5 частей, там все расписано, там правед, все рассказывают, в чем они правы, как не правы. Ну, по идее, тут надо расписать вот эти все статьи. Вон, 301 статья. Давайте напишем. Напишите? Действия всех частей лиц. Тогда понапишем. Действия выше указанных лиц, выше. Признаки составов преступлений. Признаки. Так, подожди, следующие. Признаки. Не признаки, надо было признаки сразу тратить. Я осматриваю следующие. Родион Викторович, со слов. Давайте, следующие признаки. Составов преступлений. Следующие признаки составов преступлений, предусмотренных статьями. Предусмотренных. Ну, и вот пошло. Части можно не указывать, только статьи 2. 286. Через запятую или столбик? Через запятую. 285. 286. 285. 330. 30. 127. 327. 327. 33. 33. 25. А его это 33 есть. Вот, вот, вот. Видите свою часть. 25. 30. 30. 35. 125. 139. 139. 167. 167. 148. 215. 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 143 159 163 213 213 214 216 293 144 фраза пишется смысл записываем верно мы прочитываем согласно гк рф только собственно ручно написано фамилия является работа по аналогии вот вот она роспись настоящий не вот это так номер куз никогда выдают 11 373 же это константина а мы а но вашими так чё ради он викторич когда мы жить-то начнем нормально 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 голода не знаю войны нету а это разве не война когда посудимные приставы гибнут у них же тоже дети на дорогах тоже очень много людей гибнет тоже там случайность а здесь разумные действия понимаете это всего лишь война наших эмоций можно так сказать а в целом-то войны то нету хорошо без сравнения в принципе мы живем неплохо но должны жить лучше вы в америке были мы живем хуже чем в африке серьезно что я завтра придут что делать если опять прыгнуть по беспределам за кто на право вас есть обращаться в коллекцию так мы пока вас выживаем вы же полтора часа въехали мы вызывали нарядов а приехали вы а как жизнь такой стране вызывает нас вызываем вы же не приезжайте полтора часа ехать не болеть все хорошо не болеть и Субтитры сделал DimaTorzok